Ирина Блохина Ее самоотверженность не могла не проявиться в годы Великой Отечественной войны. Студентка 4-го курса Горьковского медицинского университета Ирина Блохина работала хирургической медсестрой, а затем врачом станции переливания крови. Потом она с гордостью вспоминала, что ампула с кровью «Горьковская» значила «надежно». В 1952 году в Горьковском медицинском институте Ирина Блохина защитила кандидатскую диссертацию на тему «Изменчивость бактерий брюшного тифа в воде». Эта область микробиологии стала отправной точкой для ее научной карьеры. В 1953 году по ее инициативе была основана лаборатория физиологии и биохимии бактерий Горьковского медицинского института. В 1955 году она была назначена директором Горьковского НИИ эпидемиологии и микробиологии. Она руководила институтом 44 года. За это время НИИ стал научно-производственным и медицинским центром федерального значения. Под ее руководством были разработаны лечебные и профилактические препараты для укрепления иммунитета и восстановления микрофлоры кишечника, такие как лактобактерин, эколакт и многие другие. Параллельно развивались биотехнологии и методы изучения защитных факторов организма. В 1968 году был получен антистафилококковый иммуноглобулин, который помог втрое снизить смертность от стафилококковых инфекций в стране. За эти результаты Ирина Блохина получила государственную премию. В разные годы разработки института помогали погасить вспышки холеры, дифтерии и брюшного тифа. В 1976 году Ирина Николаевна Блохина возглавила новую кафедру Горьковского государственного университета имени Николая Ивановича Лобачевского. Кафедра молекулярной биологии на биологическом факультете была одной из первых в стране. Вместе с ней эпидемиологией и микробиологией она составила особый научно-образовательный комплекс. Более 80% выпускников кафедры трудоустраивались по специальности, работали в различных областях микробиологии и эпидемиологии. Изучение микробактерий Волговятского региона, открытие новых бактериальных удобрений, биомониторинг промышленных площадок – это лишь часть направления работы кафедры. Фундаментальная наука и практика должны всегда быть в связке. Эта идея в основе всех начинаний Ирины Блохиной. В 1975 году Ирина Николаевна была избрана членом-корреспондентом Академии медицинских наук СССР, а в 1980-м получила звание академик. Ирина Блохина использовала все возможности служить науке и людям. Свои научные премии она переводила в Советский фонд мира, посвятила несколько лет жизни женскому движению в стране. Была депутатом Верховного Совета СССР трех созывов. С ее именем связан целый этап в развитии отечественной системы здравоохранения. Под руководством Блохиной защитились более 40 кандидатов наук. Ирина Николаевна – один из основателей Нижегородской школы микробиологии. Ее имя – одно из ключевых нижегородских имен в истории науки, носят улица, где она провела свое детство, и институт, который она возглавляла более 40 лет. Никогда не потеряет актуальность центральная идея Ирины Блохиной. Наука и технологии должны развиваться во имя государства, общества и каждого человека. Продолжение следует...